Пушкинский театр вернул Владивостоку имя заслуженного художника России Анатолия Коцука. Вот уже два с половиной месяца в театре проходит выставка «Линия горизонта», полностью посвященная работам мастера. Картины, эскизы и фотографии монументального искусства, редкие образцы гобеленов, занимают два этажа выставочного пространства. Ровно столько понадобилось, чтобы вместить творческое наследие Коцука. Мы, с одной стороны, показали очень честно и очень добротно, мы показали периоды творчества, мы показали направление, и самое главное, что мы показали развитие этого мастера. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы напомнили жителям города Владивостока о том, каким Владивосток был в 80-е, 70-е, когда Коцука работал в жанре декоративно-прикладного искусства. История выставки – это магия случая. Внучка художника Вероника Зыкова обратила внимание директора театра Александра Вовненко на наследие деда. Оказалось, что его работы мы можем найти повсюду. Это и планетарий в Доме детского творчества, и композиция «Земля, вода, небо» на видовой площадке «Орлиное гнездо», и мозаичное панно на Мальцевской. Самым сложным было, в первую очередь, собрать все воедино. Потому что, как мы уже ходили, смотрели, убедились в том, что у моего дедушки осталась огромная коллекция. И чтобы собрать, скажем так, все блоки его творчества, понадобилось огромное количество времени. И, как мы уже говорили, это найти средства и, самое главное, информацию. Потому что Кацук Анатолий Владимирович, он был достаточно закрытым человеком, и о нем какой-либо вообще информации очень мало. Поэтому самое главное, это вот самым таким тяжелым моментом подготовки к выставке было – это поиск средств и информации. Анатолий Кацук ушел из жизни в 2008-м. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Проект «Линия горизонта» – это возможность напомнить всем о замечательном мастере, который жил и творил во Владивостоке. Выставка продлится до 4 декабря. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.